Взгляд «Минск-2» поднимает сложные вопросы и оставляет их на потом. Л. «Минск-2» поднимает сложные вопросы и оставляет их на потом. 13 февраля 2015 года, 13.36 фото, скриншот сайта CNN.com Текст, Марина Болтачева Западные СМИ вслед за европейскими и американскими чиновниками скептически отнеслись к соглашению «Минск-2», назвав даже обнадеживающие заявления лидеров стран «Нормандской четверки» осторожным оптимизмом. Они не только подчеркнули слабые стороны соглашения, но и практически выразили уверенность, что оно будет нарушено. И заранее указали, кто именно будет инициатором нарушений. Спустя день после заключения Минского мирного соглашения в Донецке и Луганске сообщают о новых обстрелах, сообщила ВВС. В пятницу утром военный представитель Кева сообщил о 8 убитых силовиках в столкновении с сепаратистами за последние сутки. В Луганске погибло трое мирных граждан, сообщает издание со ссылкой на AFP. Остаются сомнения по поводу реализации мирного плана, минус резюмирует ВВС, отмечая, что и большинство жителей Донецка не верят в немедленное и полное прекращение огня. ЕС предупредил Россию о дополнительных санкциях, если договор не будет соблюдаться, добавляет источник. Краткий вздох облегчения глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерико Магери неосторожно заметила, что соглашение в Минске важное, но не окончательное, отметила Дагарин. Источник напомнил, что три лидера, Ангела Меркель, Франсуа Айланд и Владимир Путин, после 16-ти часовых переговоров за закрытыми дверями были усталыми, помятыми и мрачно удовлетворенными. При этом Порошенко, по мнению издания, выглядел весьма оптимистично настроенным. Огромный Плюшевый Мишка Примечание взгляд Пытался делать хорошую мину при плохой игре, минус подчеркнул автор. Он подчеркнул, что формируется картина хоть и последовательного, но чрезвычайно сложного и хрупкого мирного процесса, и в подтверждение своих слов привел заявление главы ДНР Захарченко о том, что ответственность будет на Петре Порошенко и что мирный процесс потерпит крах, если Киев нарушит новые договоренности. Издание поспешило напомнить, что сепаратисты в Восточной Украине согласились с мирным планом не сразу и дали свое согласие лишь после некоторого замешательства. После чего Меркель высоко оценила работу Путина с повстанцами. Редкий случай, заметила Дагарин Сначала Украина отвергала все спекуляции о возможном соглашении о прекращении огня, обвинив Россию в выдвижении неприемлемых условий. В какой-то момент в ходе переговоров Путин не смог скрыть разочарование в связи с отсутствием прогресса, сломав ручку или карандаш, заметил автор, который, видимо, попался на удочку фотошопа. Однако у франко-немецкого дуэта есть причина для осторожного праздника. Они, кажется, предотвратили дальнейшую эскалацию конфликта во главе с США, которые настаивают на поставках оружия в Киев, и включили в переговоры непокорного Путина. Минус подчеркнула Предстоит еще много работы. Однако пока Европа может сделать краткий вздох облегчения. Важно, что происходит на Земле, а не на бумаге. Путин согласился с новым планом прекращения огня, Минуса заглавила свою статью The Telegraph, сразу сделав акцент на российском лидере, после чего привела заявление Петра Порошенко на пресс-конференцию в Брюсселе по итогам обсуждения. Переговоры были трудными, и процесс реализации мирного соглашения также будет трудным. Результаты длительных ночных обсуждений Белый дом приветствовал с оговоркой минус принять немедленные, конкретные шаги, указывает The Telegraph. Соглашение представляет собой потенциально важный шаг на пути мирного урегулирования конфликта и восстановления суверенитета Украины в соответствии с соглашениями в Минске с сентября прошлого года. Мы особенно ценим неустанные усилия госпожи Меркель и господина Оланда для достижения этого нового соглашения, минус цитирует издание пресс-службу администрации США, тут же добавляя «Россия должна прекратить поддержку сепаратистов и отозвать своих солдат и военную технику из Восточной Украины». США выражают обеспокоенность эскалации боевых действий, что противоречит духу соглашения, минус изложило издание позицию Вашингтона, который таким образом заранее нашел виновного в возможных нарушениях мирного процесса. Такой же позицией отличился и премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон, которого The Telegraph процитировала сразу же вслед за представителями Белого дома. «Касательно Минского соглашения, я в первую очередь благодарю Франсуа Айланда и Ангелу Меркель за тяжелую работу, которую они проделали. Если это будет реальное прекращение огня, его можно только приветствовать», — минус отметил Камерон. Однако важнее всего, что происходит на земле, а не слова на листе бумаги. Владимиру Путину необходимо знать, что пока его поведение не изменится, санкции пересматриваться не будут. Он предостерег от ослабления давления на Путина после достижения Минского соглашения. Затем издание процитировало эхо отголосков еще нескольких европейских политиков, поддержавших Камерона. Так, ему буквально вторил министр иностранных дел Великобритании Филипп Хеймонт, который, обсудив итоги переговоров с министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом, отметил, «Я согласен, что значение имеет, что сейчас происходит на земле, а не слова на бумаге». Дональд Туск воздержался от цитирования Камерона, но повторил его мысль, «Соглашение дает надежду, надежду важную, существенную, но недостаточную. Настоящей проверкой будет соблюдение прекращения огня на земле». Сомнения в прекращении огня выразил и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд, а Ангела Меркель назвала соглашение о проблеском надежды. «Примерно так оно и есть. Посмотрим, что будет происходить до субботы и после нее», – минус отметил он. Американский журналист Макс Сиддон отметил, что объявленное прекращение огня в субботу дает повстанцам много времени, чтобы захватить Дебальцева, и привел слова у украинских пользователей, которые якобы видели серьезные поставки оружия в тот район, скорее всего из России, сообщило издание. Затем газета привела слова анонимного военного представителя из Киева, который подтвердил, «Около 50 танков, 40 ракетных систем и 40 бронемашин из России пересекли границу из Варина в Восточной Украине и направились в сепаратистскую Луганскую область». Издание продолжило добросовестно и подробно описывать киевскую истерику. «Враг продолжает укреплять свои силы в самых опасных районах, особенно на северо-востоке Луганской области и в направлении Дебальцева», – минус заявил спикер СНБО Андрей Лысенко. Напоследок издание оставило министра иностранных дел Германии Франко-Вальтера Штайнмайера, чью позицию из европейских политиков упомянула последней. «Видимо, не случайно, потому что он заявил, что не ожидает каких-либо действий, которые могли бы подорвать действующие соглашения. Это была очень длинная ночь в Минске. Были очень трудные переговоры. Все знали, о чем идет речь и каковы последствия, если мы останемся сегодня без соглашения. Конечно, у меня нет эйфории, вспышки насилия могут все испортить. Соглашения не всеобъемлющие решения и, конечно, не прорыв». Но Минск-2 может после нескольких недель насилия стать шагом, который приведет нас от эскалации к политическому решению, минус заключил Штайнмайер. «Ключевые вопросы не решены. Мирный план по Украине дает и надежду, и сомнения», заявила американская газета. Критические вопросы остались неопределенными или отложенными, в их числе, статус отколовшихся территорий, «Календарь для Украины, чтобы восстановить контроль над своей границей с Россией». И даже сама линия перемирия, минус отметила издание и в подтверждение привело слова бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера. «Минск-2 поднимает сложные вопросы и оставляет их на потом». Это хрупкое соглашение, требующее добросовестного и последующего исполнения мер двумя сторонами конфликта, которые, однако, показали малоподобных стремлений в прошлом. Администрация Обамы, заявлявшая о планах отправить противотанковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и другие гораздо более серьезные виды оружия на Украину, отмечает, что в настоящее время эти меры будут отложены, но им ничто не помешает возродиться, если стороны не будут соблюдать соглашение, напомнило издание. Любая попытка захватить больше земли, предпринятая до субботнего вечера, серьезно подрежет это соглашение, минус заявил один из чиновников администрации. Однако издание напомнило об осторожном оптимизме госсекретаря Джона Керри, заявившего, если соглашение будет полностью соблюдаться, Соединенные Штаты подумают об отказе от санкций. Однако уже на минских переговорах язык тела был весьма выразителен, Путин и Порошенко стремились не смотреть в глаза друг другу, когда пожимали руки, а когда было объявлено, что соглашение достигнуто, они находились уже в разных комнатах, минус заметил автор. Ни один из лидеров не подписал соглашение, оставив это на представителей сторон и европейских наблюдателей, минус сдержанный сигнал, что они не берут на себя полную ответственность за результат, минус констатировал автор статьи. Он напомнил, что Россию обвиняют в попытке создать так называемый замороженный конфликт, который может время от времени нагреваться, чтобы дестабилизировать Украину в любое время, когда она начнет сближаться с Западом. Критики нового соглашения утверждают, что оно только поможет Москве добиться такого эффекта в долгосрочной перспективе, даже когда Украина берет на себя финансовую ответственность за регионы повстанцев, подчеркнула. Не заметив, что последнее утверждение было ближе к области фантастики. Автор статьи добавил, что президент Литвы Даля Грибаускайте также назвала соглашение слабым. Там нет согласия по поводу пограничного контроля вообще, и это его самая слабая часть, минус сказала она журналистам в Брюсселе во время встречи на высшем уровне Европейского Союза. Решение очень частичное. У нас уже был очень печальный опыт невыполнения соглашения Минск-1. Мы увидим, что будет с Минск-2, минус сказала Грибаускайте. Затем автор статьи косвенно признал, что Россия не стремится включить в свой состав ДНР и ЛНР, как любят об этом кричать украинские СМИ. Однако проблема все равно остается. Кремль стремится установить автономные республики в Донецке и Луганске с собственной экономической и внешней политикой, модель, созданную в ходе конфликтов с Грузией и Молдовой, в то время как Украина говорила только о децентрализации. Согласно договору, она будет проводиться, но степень автономии неоднозначна, минус резюмировала. Текст Марина Болтачева